Добрый день, друзья! Давайте сегодня поговорим на мистическую тему под названием «Кармические истории». На эту тему есть очень много разных мыслей и пересудов в экстрасенсорике. О них говорят кто-то, что это все карма, плохо, это все наказание Господне. И, между прочим, вот этим отношением, таким как наказанием Господним, зачастую продиктовано отношение к инвалидам в нашем обществе. Вы можете обратить внимание, какая у нас безбарьерная среда и как относятся к людям. То есть, с одной стороны, включается вроде как хорошая девочка или хороший мальчик должны помочь, а с другой стороны, внутри что-то останавливает, такое злобное, говорит. Это же их уроки, это их карма, они на это натворили и за это получили вот эту инвалидную коляску. Так вот, это все представление, а когда заглядываешь под сознание, то там возникают очень интересные штуки. Кармическая история. Что это такое? Жил человек, жил-жил-жил, принимал какие-то решения. Какие-то уроки он извлекал, какие-то сознания из этих решений, из этих ситуаций, из этого жизненного опыта он извлекал, а где-то не извлекал. И вот там, где не извлечен урок, но осталось его решение, особенно если решение представляет собой какую-то крайность, начинается словами никогда, или я буду вечно, или, 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 вот такое, да, то есть категоричность где присутствует, то это формирует определенное решение. Это решение, как программа, имеет определенный эмоциональный окрас, да, то есть этот эмоциональный окрас обладает определенной частотой. То есть в это время человек испытывал какую-то эмоцию, какая-то вибрация была в теле, это могла быть вина, обида, злость, но это могла быть и радость, восторг и так далее. На самом деле для Бога нет разницы, на какой вибрации будет принято решение. Разница есть в том, на какой вибрации оно будет разворачиваться в следующей жизни. И если во время инкарнационного цикла это решение сохранилось, очки сознания там не прошли, и оно осталось, то это решение переносится в следующую жизнь. И в следующей жизни, если человек попадает вот на эти вибрационные частоты, то оно в сценарии разворачивается, в фильме. Как правило, эти развороты уже даже прописаны в метельных метках в ДНК, то есть там прописаны все варианты развития событий. И получается, что человек попадает в историю, как бы вот его эта личность в текущей жизни вообще никакое его отношение не имеет к делам и к событиям, связанным с предыдущей личностью. А душа имеет. И для души это единый инкарнационный цикл. Одна жизнь за другой, как день и ночь сменяет у нас. Приходит утро, новая жизнь приходит. И так каждый день. Вот точно так же у души каждая инкарнация. И получается, что в следующем развороте разворачивается какая-то история для того, чтобы человек изъял эти очки осознания. И эта история не хорошая, не плохая. Она просто разворачивается. Это один вид вот таких вот инкарнационных решений, кармических историй, которые приводят к дальнейшим последствиям. Поэтому, например, когда мы разговариваем с теми же самыми людьми, кто заболел тяжелой болезнью, и он начинает говорить, что это ему там прилетело, что это вот наказание Господне и так далее. Понимаете, я всегда говорю, перестаньте говорить глупости. Никто вас не наказывает. Бог не относится к насильникам, которые пытаются всех убить и распять на кресте. Он относится... Это вообще очень здравое сознание, для которого важна сама игра. Самые принципы построения игры и изъятия очков осознания для того, чтобы сознание человека двигалось в развитии вверх. Поэтому все истории – это лишь истории, и их надо принимать как истории. Из них надо извлекать осознание, уроки и так далее. Чем раньше это будет сделано, тем быстрее история схлопнется, завершится, и пойдет в развитие другая история. Возможно, на другой частоте, на позитивной, если вы будете проживать вот в этих частотах. Поэтому вот это отношение, оно позволяет уважительно относиться к любым людям, вне зависимости от того, в каком состоянии находится их физическое тело в данный момент. Кроме того, в нашей жизни есть случаи, когда кармической истории не предусмотрено попадание в ту же инвалидную коляску. Вот яркий пример. Будет выложено тоже видео с нашим Давидом Кеннеди, душа Кеннеди. Его инкарнационный цикл не предусматривал ДЦП. Ну, никак не предусматривал. И не за что было. Но так случилось. Это один из вид помех, когда просто было какое-то спонтанное решение души, спешка, и она просто во время игры нечаянно ударила не по тем клавишам. Но инкарнационными штуками, именно игровыми, это не было предусмотрено. Есть еще такой момент, например, такой мистический. Бабушка обладает даром. И она этот дар передает внучке. А душа внучки вообще не планировала этого дара. А этот дар вообще является подсадкой, который в дальнейшем гробит личную жизнь внучке, ее здоровье и так далее. Потому что у души были другие планы, и все планы души это ломает. И потом, более того, зачастую эта подсадка, если внучка вовремя никому ее не скинула, то она потом идет с ней еще и в следующую жизнь. А она душе вообще не нужна. Мы с таким тоже сталкивались в работе. И вот эти вещи, когда убираешь эти дары от бабушек, лучше бы они их оставили с собой, забрали с собой в инкарнацию, чтобы там их отжало. Но бабушки умудряются их скинуть, добрые такие бабушки, своим внучкам. Точно так же, как и дедушке и внукам. Я не отношу это к дарам, потому что это неосознанность человека. Это неосознанность и это стороннее сознание, которое завладевает телом и двигает душу. Но это тоже может быть случайно, и это может быть не предусмотрено кармической историей. Но человек при этом, весь сценарий его жизни может быть изменен. А кармические истории – это то, что запланировала душа, то, к чему имеет смысл относиться с уважением. Она проигрывает такую игру, она извлекает такие уроки, она принимает такие решения. И это все очень гармоничная система. Она настолько гармонична, что если смотреть на весь инкарнационный цикл человека полностью, не данной конкретной личности, а данной конкретной души, то это все невероятно красиво, невероятно интересно, и это действительно захватывающая история развития. И к этому надо и так и относиться. Это период определенной развития человека. И надо помочь изъять очки осознания. Вот и все как бы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...